Всем здорова! Сегодня поговорим в основном о легком весе в UFC, так как именно сейчас нам происходит самое интересное событие, да и есть о чем с вами поделиться. Ставь лайк и мы начинаем! Ну а спонсором этого выпуска является компания GGBet. Всегда высокие коэффициенты на события из мира ММА и бокса. Побеждайте вместе со своими любимыми бойцами. Итак, а начнем мы с первой реакции Александра Ирнандеса после своего поражения Доль Дусирона. Мне всегда было интересно наблюдать, когда бойцам не получается сдерживать слова, которые они говорили на пресс-конференции. А кто не знает, Ирнандес довольно громкие слова принес и в адрес Сирона, и вообще по поводу своих амбиций в UFC. Ну вот он проиграл, и это всегда интересно, что боец говорит после того, как не сдержал свои слова. Мои поздравления ковбой Сирона. Этим поражением ты дал мне бесценный опыт. Возможно, лучшее и худшее, что случилось со мной. Победа нокаутом за 42 секунды в дебюте UFC. Я выходил на каждый бой с чувством неуязвимости и ожиданием, что все повторится. Я готовился не к бою, а к казни в первом раунде. Мне нужно было учиться драться, пересмотреть подход к поединкам. Я ввел в бою Сироны, но он внес коррективы, а я нет. Спасибо UFC, Даню Уайту и Шону Шелби за прекрасную возможность и веру в меня. Я не позволю, чтобы это прошло впустую, написал Ирнандес в инстаграме. Теперь, я думаю, будет меньше слов и больше дела с его стороны. Ну а так, он боец хороший и молодой, и думаю, сейчас может удивить многих. Тренер Хабиба Хавер Мэндес рассказал по поводу следующего соперника для Хабиба. Если Дана скажет, что, скорее всего, соперником станет Тони Фергюсон, и этот бой они начнут готовить, то решать Хабибу. Я знаю Хабиба, он согласится, если ему предложат этот бой. Мы никогда не говорили об этом поединке, но если я правильно понимаю Хабиба, то он скажет, что Конор должен сделать что-нибудь, чтобы заслужить матч и реванш. Хабиб дерется не ради денег, его больше заботят о следе и правильные поступки. Но это были слова тренера, но всем же нам интересно, что думает сам Хабиб. Как многие знают, Хабиб сейчас находится в Австралии на встрече с фанатами, и именно там он назвал главных прецедентов на титул. Макгрегор должен заслужить матч и реванш. Может быть, две-три победы подряд. Он должен заслужить, а сейчас матч и реванш плохо. Он вреден дивизиону, он непонятен был бы фанатом, потому что внутри клетки он ничего не сделал. Ради чего матч и реванш? Бой не был равным. Он сдался, я доминировал. Если он вернется с победами, то возможно. А сейчас есть Тони Фергюсон, Дастин Парье. Эти парни заслуживают титульный бой больше, чем он. Но, как все в курсе, из-за всех событий, которые были после боя с Коннором, легкий вес ненадолго заморозился. Обратите внимание, главным действующим лицам дивизиона не дают поединков. Ни Тони, ни Парье, ну и тем более Хабибу с Коннором. Видимо, руководство ждет полного решения с отстранением и уже потом начнет отталкиваться от этого. Так что все крупные новости будут только не раньше февраля. Идем дальше. А вот произошел и смешной, и необычный случай после турнира UFC в Бруклине. После того, как довольно-таки перспективный легковес Грегор Гелеспи, который одержал победу над Янти Мадейрсом и теперь идет на победной серии шести боев, после боя обнаружил, что кто-то украл вещи и у него, и у его тренера. Грегор разместил сообщение в Instagram с просьбой к ворам вернуть хотя бы его кошелек и его капы. Ну и напоследок, Элли Квинта, который присутствовал на этом турнире, дал интервью и поделился, с кем хочет провести свой следующий бой. Я хочу драться с любым, кто стоит выше меня в рейтинге. Я хочу драться с Тони Фергюсоном. Я хочу драться с Конором Макгрегором или Дастином Парье. Победа над любым из этих парней гарантирует мне реванш с Хабибом, который я хочу провести в этом году с полным тренировочным лагерем. И буду действительно к нему готов. Я знаю, что второй бой с Хабибом будет совершенно другим. Также Элли Квинта полагает, что следующий титульный шанс должен получить Тони Фергюсона, хотя и считает его странным чуваком. Он собрал внушительную серию побед в этом безумном дивизионе. И это действительно выдающееся достижение. Хотя я и не переношу этого странного чувака, я уважаю его как серьезного конкурента. И он действительно это заслужил. Да и в принципе многие так считают, и не только Элли Квинта, а 90% всех тех, кто следит за легким весом, да и UFC в принципе. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да и по выпуску в целом. Также не забудь подписаться на канал, если ты вдруг еще не подписан. Ну а на этом у меня все. Пока.